Я считаю, что мы заслужили сегодня поражение, так как мы достаточно много почему-то борьбы проиграли. Мы не предложили сопернику, не поставили сложных задач перед соперником сегодня. Сказалась определенно наша короткая скамейка, потому что у нас были люди по травмам и за карточки, нам уже пришлось монтировать, скажем так, состав, некоторых позиций. Тем не менее, наверное, футбол сегодня был, игра зрителям должна была понравиться, но мы, к сожалению, не набрали те очков, которые хотели бы сегодня отсюда увезти. Нам ничего не остается дальше, смотрим, попытаемся поправить то, что не достает. Спасибо. Сейчас оценку сегодняшнего матча ТАСТ Владимир Борисович. Мы играть Динамо, Минск, в нашем положении, ситуации, я считаю, это большое дело, очень приятно. И в то же время я считаю, что мы одержали заслуженную победу, забили два мяча. Еще у нас были моменты забить. Немножко поправили ситуацию свою, в которой находились, но ни в коем случае эта победа, она должна придать нам каких-то сил дополнительных, психологию футболистов. Потому что я им говорил, что играть можно и нужно со всеми. В Израиле тоже там был в Динарном, в ДТ. Со всеми нужными. Как оно получится, это уже другой момент. Поэтому я говорю, что поправили. Но я говорю, не должно быть никакой эйфории, вот нужно продолжать, готовиться и постараться закончить чемпионат как можно лучше, выше, на мажорной ноте. Спасибо. Ну, а сейчас вам слово, господа журналисты. Представляйтесь, задавайте вопросы. Прошу вас. С кого начнем? Нет, Василий, пожалуйста. Владимир Борисович, друнчик на скамейке сидит, он не устраивает вас как защитник, то есть он слабее тех, кто есть? Или у него со здоровьем вопросы? Нет, у него со здоровьем нет вопросов. Он здоров полностью. Ну, просто как-то так получилось, что он не очень удачно сыграл несколько игр. Мы решили доесть место. Ну, Джейл Лапуцкий, я считаю, сейчас играет неплохо. Спасибо. Пожалуйста. Владимир Борисович, вопрос вам. Откатали схему 4-4-2 на кубке, я так понимаю, решили применить ее и с минскими динамами? Да, долго думали перед Славей, как сыграть. Ну, ввиду того, что как бы у Слави немножко там позиция центральных защитников, ну, решили сыграть два нападающих, она как бы и получилась, эта схема. Поэтому мы решили ничего не менять и попробовать сыграть с динамом. Просто адресуя к вам, когда-то вы приходили в 2004, мы тоже такую же схему применили, и тоже команда пошла. Нет, без всяких каких-то там мыслей, просто решили так сыграть. Еще вопросы? Олег Валерийович, наверное, вопрос будет. Олег Валерийович, вы здесь играли, помните, Тимович? Я помню, что я был в Бресте, с кем мы по игре игру, я же не вспоминаю. Не могу вспомнить. Это юношеская сборная, наверное, была. Днепропетровск, Динамоминск. Игра перенесенная сюда. Да, уже не осталось. Беретовченко 11 метров не забил. Сколько это было? Греть 20 назад? Ну да, давненько. У меня есть дома фотографии с Брестской крепостью. Ясно. А еще вопросы? Пожалуйста, Олег. Дмитрий Борисович, у вашего управления назначен депутатом. Как вы это успеете говорить? Вроде как нормально. Не было у нас разговоров на эту тему. Мы футболом занимаемся, руководством занимается, команда. За кого мы рассырали сейчас? Василий, пожалуйста. Олег Владимирович, вы в курсе матча, я уже не помню, первого или второго круга, наверное, первого. Что здесь был скандальный матч с Минском Динамо. Там вопросы были большие по судейству и, в общем, или, ну, как бы... Ну, а я в причем здесь. Не-не, просто знали ли вы, что был здесь уже нехороший момент, что это время зашумный, скажем так. Или это все информация с чистого листа сейчас? Ну, не знали ли вы, что был здесь. Ясно. Еще вопросы? Больше вопросов нету. На этом позвольте завершить пресс-конференцию. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.